Единственную группу, чья песня прямо сейчас может взять и начать играть на радиостанции ЛАВ-радио, это группа ТНК. У группы Мелисы есть перспективы, но мы уже об этом говорили, есть над чем работать именно над песней, над жировками и репертуаром. И также я хочу отметить господина Бублико, он уже артист на радио, он играет на многих радиостанциях, точно, на нашей радио «Удача», и дальше будет играть. Поздравляю! Вот те две премии, которые получили, значит, от ЛАВ-радио. Вы запомнили, да? Шанс для тебя. Чпок. Сама просказала. Сара Чпок — это все. Поздравляю группу ТНК. Поздравляю публика. И еще у нас две награды. Роман Ильянов, Русское радио. Спасибо вам огромное. Я думаю, что в первую очередь вы должны сказать огромное спасибо Али Борисовне за то, что она дала вам такую возможность, такой шанс показать себя. Не все одинаковые шансы исполнили и использовали. То, что площадка была такая не очень удобная, не очень комфортная, в этом есть как минусы для больших звезд, так и огромный плюс для молодого начинающего артиста, потому что здесь видно все. Все минусы, все недостатки и все достоинства. И я должен сказать, что современный мир шоу-бизнеса, он уже все дальше и дальше отходит от такого прямого глобального продюсирования. Карабасов-Барабасов, которые делают всю работу от и до, за артиста становится все меньше. И на самом деле артист в музыкальном проекте, которым он занят, становится таким реальным дольщиком и активным соучастником. Насколько вы вложитесь в этот проект, мало собрать хороший музыкальный материал, нанять дорогих аранжировщиков, подеть вас снова до головы. Когда вы выходите один на один, остаетесь с аудиторией, все зависит исключительно от вас. И от того, насколько сильна ваша харизма, от того, насколько вы продумали ваше выступление, от того, насколько вы продумали, насколько костюм, который вы надели, имеет отношение к материалу, который вы исполняете, насколько вы заразительны, зависит на самом деле гораздо больше, чем от продюсеров и от бабла, которые вас вложат. Чем награждается? Короче, да, Слифосовский. Я думаю, что в ближайшее время на Русском Радио вы сможете услышать творчество Михаила Бублика. Я думаю, что это будет песня, вместе мы обязательно будем. Я хочу сильно, я не могу наградить ничем, потому что, да, как в том анекдоте, да, когда программный директор попадает на тот свет, его отправляют в арт, да, почему не формат? Соответственно, нам очень понравился Трея, я считаю, это абсолютно готовый, интересный, индивидуальный, яркий проект. Я готов побороться с ЛАП Радио на уровне кастинга за потрясающую ведущую ЧПОКС. Вот, соответственно, тоже приходите, попробуем. Ну и хочется также отметить, что Дмитрий Нестеров, да, его песня «Московская зима» до сих пор звучит в эфире Русского Радио. На наш взгляд, единственное, пока есть очень большое, сильное несоответствие того, что мы слышим и того, что мы видим. И если это соответствие никуда не пропадет, то идти, собственно говоря, дальше будет некуда. И, на наш взгляд, еще очень сильный, крутой проект «Севара». Я считаю, это просто очень круто. Вот, понимаете, это момент, когда «Севара» была на этой площадке, никто не думал о том, что микрофон плохо работает, света нет, звука нет, потанцовки нет, музыкантов нет. Настолько она заполнила...